Любые преобразования в нашей жизни начинаются с инициативы. В тех районах, где горожанам не безразлично, в каких условиях они живут, и где они боятся решать вопросы, опираясь в первую очередь на свои силы, всегда есть развитие. В Твери приступил к работе еще один территориальный орган самоуправления. Он был образован в поселке Лацманенко, где люди, самоорганизовавшись, надеются при помощи муниципальных властей решать проблемы окрестных территорий. Сейчас идем, идем. Территориальный орган самоуправления поселка Лацманенко был зарегистрирован в конце апреля. Он объединил жителей более чем 50 окрестных домов. Люди уже наметили список первоочередных работ. В первую очередь элементарно привести в порядок растительность. У нас очень много переросших деревьев, очень много. Они давнейшние, аварийные, нужно вот спиливать деревья. Ну просто хотя бы немножко вот облагородить, вырезать поросль. Кроме того, жители хотели бы обустроить это футбольное поле. А рядом неплохо бы поставить несколько современных тренажеров. Что касается всего поселка Лацманенко, то построен он давно. И в обновлении нуждается в том числе и транспортная инфраструктура. Остановочные пункты общественного транспорта. Мало того, что у нас их мало здесь автобусов, у нас абсолютно отсутствует связь с железнодорожным вокзалом, например. Мы не можем даже до Южного напрямую проехать. Также местным жителям нужен хоть какой-то тротуар, чтобы можно было нормально дойти до залинейной поликлиники. Всё это прозвучало в ходе встречи членов ТОС с председателем Тверской городской думы Евгением Пичуевым, которому понравилось неравнодушие граждан. Они активны, они хотят улучшить жизнь вокруг себя, хотят улучшить и окружающую, и почистить всё, и создать места отдыха. Поэтому это надо им помогать только. И я думаю, что организация, которая сейчас вновь образовалась, она будет участвовать и в жизни города. Так что будем работать. В данный момент ТОС посёлок Лацманенко уже отправил заявки в городадминистрацию по приведению в порядок разросшейся растительности, а также прочистке ливневой канализации на окрестных улицах. Последнее особенно важно, так как при всём желании своими силами, не имея специализированной техники, граждане справиться не смогут.